Сегодня разговор будет у нас об информационных технологиях, то есть существует у нас определение информационных технологий, существует у нас определение СКАДа, АСУТП, но суть всего сводится к тому, что они трехкомпонентные, вот преемственность. Три компонента, первый компонент это аппаратная часть, второй компонент это программная часть, третий компонент это информация. Ну сразу что можно сказать? Лучше всего дела обстоят с информацией. С 1 января 2008 года информация исключена из перечня объектов гражданских правоотношений. Как следствие сделки с ней запрещены, как следствие у нее нет собственника, как следствие с ней запрещено совершать гражданские правовые купли-продажи, обмен, дарение, аренда. Слово информации все забудьте, это никак не связано. Как обходят? Есть у нас закон об информации, который регулирует информационные процессы, получение, обработка, передача информации. То есть это все проходит, возможный запуск через договор оказания услуг. Значит, технические средства и программное обеспечение. Ну тут тоже очень интересно. Значит, вот АСУТП, аппаратно-программный комплекс. Да, вот Александр Павлович говорил, турбина, в ней датчики, имеется какое-то предустановленное программное обеспечение, которое периодически надо обновлять. Вот давайте от этого будем отталкиваться для простоты. Значит, железо покупается по договору покупки железа. Поставка, ну лучше всего, наверное, поставка, да, сроки, порядок, процедура поставки, сдача-приемка товара и так далее. Возможно другой, купли-продажи в чистом виде, лизинг, аренда и так далее. Программные компоненты. Вот даже предустановленное ПО, все равно лицензионный договор. Обновление, еще один лицензионный договор, который указывает способ использования результата интеллектуальной деятельности в таком виде, как переработка произведения. Честно говоря, сначала вот по железу ничего не хотел говорить, потом подумал и все-таки решил сказать. Ну, залезаю в интернет, смотрю события судебные, происходящие с одной очень известной компанией, ну назовем ее Гамма. Значит, в прошлом году, как у нас там вчера шутка-то была, год такой был, да? А правда, что в прошлом году вы проиграли в суде 3,5 миллиарда долларов. Год такой, по запрошлому году около 2 миллиардов долларов. Вещи для меня совершенно непонятные, да? То есть им задаешь вопрос, ребят, вот, ну, вторая строчка, да? Язык договора. Вы на каком языке договор-то заключаете? Не, ну на английском. Ну, давайте поясню, да, значит, вот есть существенный фактор. Вот язык договора имеет какое-то значение? Не, ну язык мы английский знаем, давайте сделаем приятное партнером. Я вообще не понимаю, почему надо делать приятное партнером. Вы платите свои деньги. За эти деньги вы хотите получить товар. Вы покупаете колбасу или машину, вы желаете получить ее надлежащего качества. Вы платите миллиарды за АСУ-ТП, вам вдруг ваш партнер начинает выставлять какие-то, в нижняя строка, нижний абзац, какие-то совершенно жуткие условия. Особые условия. Их что, отменили? Или, извините, когда Сечину понадобилось торговаться, он 12 часов участвовал в непрерывных переговорах со своими западными партнерами. Он добился того результата, который хотел. Вот пример, да, как надо торговаться. Язык договора. Товарищи, вы на каком языке думаете? На русском? Как вы можете подписывать договор на незнакомом вам языке? В договоре должно быть обязательно два пункта. Первый. Что договор составлен на скольких там языках, сколько деньги позволяют. Они идентичные, они аутентичные. И ответственность за составление, за правильность перевода несет надлежащее обученное лицо. Как правило, это нотариус. Место договора. Значит, как только у нас возникает международное отношение, на частном партнерстве сразу встает вопрос о коллизии прав. Какое право будем применять? Российское или нероссийское? Ну, я не знаю, почему ребята так тяготируют к стокгольскому арбитражу. Нет, наверное, я завидую где-то глубоко, потому что я тоже хочу в командировку в Стокгольм. Но только я боюсь, что если по таким результатам продуть 3,5 миллиарда, то лучше сюда не возвращаться. Причем, кстати, вот те мои знакомые, с которыми я достаточно общался много, юристов компании ГАМА, они куда-то рассосались. Я даже не знаю, куда. Мелочей нет. Если вы указали место заключения Москва, в России это называется подсудностью. В международном частном праве это называется способ разрешения коллизий. В том числе и по месту заключения договора. Вы знаете российское право. Лучше, чем шведское. Или там германское. Ну так привязывайтесь к российским судам, привязывайтесь к российским договорам. Готовьте договор для привнесения в российский суд. Российский суд на каком языке будет рассматривать договор? Ну и так далее. Обязанности. Обязанности поставщика. Вам предлагают заключить типовой договор. Вы платите за это свои деньги. Платите за это громадные деньги. Чем занимаются юридические отделы? Вчера нам рассказывали по поводу стаффинга, что вот нужно наказывать программистов, которые испят на рабочем месте. Мне интересно, как нужно наказывать юристов, которые... Я не знаю, что они делают на рабочем месте. Если последовательно компания проигрывает 5 миллиардов долларов в судах, ну это мазохизм какой-то, классические юристы отказываются понимать процессы, которые происходят в технологиях. Вот они просто встают и говорят, уважаемые доктора наук встают и говорят, вы нам тут рассказываете о технологиях, а мы не собираемся это понимать. У нас действует... Это называется сейчас у них лошадиное право. Ну, суть сводится к тому, что когда вы садитесь в такси, ну там бла-бла-бла, много бла-бла-бла, но когда вы садитесь в такси, вы не должны понимать, как работают моторы, как работают двигатели. Вы просто указываете водителю, куда ехать. Вот юристы — это пассажиры. Требуется комплексная подготовка. Институт Губкина, университет Губкина, вот озадачивался эту цель, он начал... Вот сейчас подготовлены программы, да, мои коллеги, наверное, скажут об этом на кафедре правовой. Именно комплексной подготовки юристов. То есть технарям нужны юридические знания, юристам нужны технические знания. Без этого никак. Что мы видим? Вторая компания, очень уважаемая компания «Альфа», размещает конкурс на юридическое обслуживание. Конкурсная документация. Берем, читаем. В рейтинге опубликованной компанией «Легал-500». Что такое «Легал-500»? Открываем. Встречаем там фамилию господина адвоката на букву «Т». Ну, помните историю с Нортосом? Который обещал, что по миллиону каждому потерпевшему государство заплатит. Когда ему в лицо говорили, что он подлец. Второй адвокат на букву «Фу», который говорит, что хочет проиграть дело, обратись к «Фу». А мне-то интересно, что является критерием внесения в этот рейтинг. Размер заявленных исковых требований и громкость дел. То есть там описывается, там долго они описываются, но в конце такая забавная строчка у них. Это частная компания «Легал-500». Ну, там внизу строчка такая, что все это ерунда. На самом деле, вот если вы проводите громкие дела, которые большие исковые требования. Ну, господин «Т», там было 300 человек, которым он обещал по миллиону долларов. Да, значит, дело у него 300 миллионов долларов. Людей он обманул. Изначально обманул. Все знали, что он их обманывает. Изначально ему говорили, что вы лжец и негодяй. Ну, вот почему крупнейшая российская компания, подыскивая себе юристов, оперирует частным рейтингом западных, я не знаю, кого. Не знаю, они не юристы, нет, они, наверное, журналисты. То есть вот они рейтингующая компания, понимаете? Ну, вопрос интересный, какие там договора она составляет. Ну, в общем-то, это их личные дела. Следующая часть. Третья часть Морелезонского балета. Это программное обеспечение. Значит, сразу мы разделяем понятия. Есть программа для ИВМ, есть базы данных. Значит, это совершенно разные вещи. У них совершенно разный режим правового регулирования. Почему? Потому что срок, допустим, для программы для ИВМ, срок действия прав 70 лет, для базы данных 15. То есть для программы на ИВМ в течение 70 лет вы должны получать лицензионные договора, для базы данных в течение 15 лет лицензионные договора. То есть все очень просто. Значит, да. Одновременно с исключением информации из объектов гражданскоправовых отношений появляется в Гражданском кодексе вот эта замечательная фраза, загадочная, что результаты интеллектуальной деятельности, то есть информация исключена, но результаты интеллектуальной деятельности не могут либо переходить. Оборотоспособными являются только лишь права через лицензионные договора, ну, либо договора чуждения, как в частный случай, а также материальные носители. То есть купив лицензионный дисочек, вы покупаете болванку и лицензию на право просмотра. Последствия. Ух, ух, это отдельная история. Когда в 2008 году вступил в силу часть 4 Гражданского кодекса, была среди юристов очень популярная игра. Поймать уважаемого юриста, взять его за пуговицу и задать ему один его единственный вопрос. Ты писал, ты готовил. Не, не я, а кто? Вот никто не признается, что он участвовал в подготовке части 4 Гражданского кодекса. Почему? Потому что понятие контрафакта во всем мире применяется только к развлекательным объектам. Фонограммы, исполнение, программы телепередача. Никто в мире не догадался применить понятие контрафакта к объектам промышленного права. Кроме нас. Не, молодцы. То есть я знаю достаточно уважаемых людей, которые серьезно занимаются этим вопросом, которые там лет 5 бегали и рвали волосы с криком, что же вы наделали та. Но не делается так. Почему? Смотрите правовые последствия. Даже не то, что вы заплатите 5 миллионов рублей, хотя тут там двукратная размер стоимости контрафактных экземпляров произведений. Вот турбина компании Siemens, на которую поставлено ПО без лицензии. Что является контрафактом? Турбина. Поэтому вот мне интересно, там 5 миллионов или двукратный размер стоимости контрафакта, что больше? Второй абзац, посмотрите. Но это вообще песня. Я не хочу это зачитывать, слайды у вас будут, вы сможете разобраться с ними в спокойной обстановке. Я понимаю, что многие вопросы спорные, но это все вырезки из законов. Тут спорить не о чем, тут исполнять надо. Есть ли у нас практика? Да, у нас есть практика. У нас есть специальные суды по интеллектуальным правам, которые занимаются этими делами. Приобрела ли эта практика массовый характер? Слава Богу, пока еще нет. Но практика уже есть. Ну, я не знаю, может быть не сработает, может быть сработает, но потом, может вообще поменяют. Значит, вот на фоне гражданской правовой ответственности, уголовная ответственность, она вообще, ну, она такая забавная, ну, просто 146-я, 147-я, там вообще дела частного публичного обвинения, по-моему, то есть там наказания, ну, очень смешные. Да, на фоне той ответственности, которую вы видите в качестве гражданской предусмотры. А так 4 статьи в Уголовном кодексе. Соответственно, 146-я по объектам авторского права, 147-я по объектам промышленного права, 180-я по средствам индивидуализации, и 183-я по коммерческой тайне. Ну, коммерческая, банковская, налоговая тайна. Вот, дошли до проблем. Поговорим о проблемах. Ну, я их здесь вывел, я их здесь разделил. Деление во многом условно. Но вот, возможно, что и проблемы-то здесь не все, но это вот те, которые сразу вот, они приходят и берут нас за горло. Обновление. Значит, обслуживание в период гарантии. Обновление. Лицензионный договор. Я уже сказал, два лицензионных договора. Одно на предустановленное оборудование, второе на каждое обновление. Почему? Потому что, вот смотрите, модификация программы, любое изменение. Это модификация программы. Под него требуется получать отдельное согласие правообладателя. Согласие правообладателя фиксируется в лицензионном договоре. Готовился, смотрел, увидел. Второй, третий абзац. Ну, аж присел от удивления. Как это так? Не, оказывается, реально заключают договора о оказании услуг. Оказывается, реально. Так нет, есть практика судебная. Тут я приложил судебную практику. Уралвагонзавод заключается с какой-то левой компанией. На, значит, чего? Саповское, это самое, ПО. По делу проводят, значит, компания в какой-то момент перестала переустанавливать. По делу проходят три экспертизы. Третий эксперт, видите, жирным написал. Третий эксперт, чего выявил. Для части услуг эксперт. Ну, они сначала проводили обновления, а потом перестали. Когда Уралвагонзавод сказал, что, ребят, как-то деньги верните, да. Они сказали, что нет, выкатили иск встречный, 12 миллионов. Значит, первая экспертиза в пользу Уралвагонзавода, вторая в пользу Уралвагонзавода. Третья. Для части услуг экспертам не были обнаружены материальные подтверждения и оказания. Однако экспертам не обнаружены материальные подтверждения их неоказания. Коллеги, русский язык. Такие услуги эксперт считает оказанными условно. Чего вы думаете? Зыскали такие с Уралвагонзавод 12 миллионов. Решение устояло. Первой и во второй инстанции. И если бы оно было одно, я еще раз говорю, пошла очень плохая практика. Значит, конечно, у нас непрецедентное право. У нас даже решение, вынесенное Верховным судом, оно ничего не значит. Но, чисто из статистической точки зрения, вот я вам говорю, практика пошла. Поэтому второй аспект. Договор по оказанию услуг, по разработке, переустановке. А лицензионный-то договор к нему прилагается. Вы же ДИСочек покупаете, там лицензия на ДИСочке-то есть. По крайней мере, должна быть. А лицензия-то откуда берет компания общества ООО, откуда берет лицензию для того, чтобы установить на Уралвагонзавод? Своей лицензии у него нет. Значит, он ее получает у правообладателя. Связка эта соблюдается или нет? Нет, слава богу, здесь в суде вот этот вопрос не был подним. А то вы представляете, что там цеха и оборудование Уралвагонзавода, способствующие распространению контрафакта, подлежат вывозу. Ой, жуткая вещь. Жуткая. С Александром Павловичем спорил. Включать, не включать. Включил. Значит, декомпиляция программ. Все знают, что такое декомпиляция программ и как это работает. Да? Значит, сначала, как работает у них. У них это не работает. Почему у них это не работает? А потому что вот пунктик, во втором абзаце, пунктик добросовестное использование. Видите? И когда они ломают программу, они говорят, нет, ну мы добросовестно используем, поскольку мы изучаем принципы, на которых построена эта программа. Мы изучаем способность взаимодействия этой программы, принципы, учебных целях, что там, прогресса науки полезных искусств. Видите? То, что они обходят, это замечательно. Скорее всего, суды, я так думаю, ну так разобраться, ну вы видите, что это не просто закон, он кодифицирован в федеральное законодательство США. Скорее всего, суды выносят такие и такие решения. Но лазейка есть. У нас, а у нас свободное использование произведения не распространяется на программу ЛИВМ. Вот четвертый абзац, на все это распространяется. А последний абзац, видите, свободное использование даже в личных целях за исключением бла-бла-бла в условиях декомпиляции. Основания для декомпиляции программы вот они здесь. Дальше у нас встает вопрос, вопрос терминологии. независимо разработанной этой лицом программы для ЛИВМ. Это что такое? И какое суд примет решение по поводу того, что эта программа независимо вами разработана? Вот если вы ее написали, она может считаться независимо разработанной? А каким образом вы зарегистрировали на нее права? И уже становитесь автором? Значит, когда вы написали книжку, вы написали Ас Пушкин, Евгений Онегин и значок копирайта. Когда разработали программу, значок-то поставили, тут тоже, тут можно поспорить, тут можно долго спорить. Значит, в общем случае, это будет в слайдах, значит, это я для вас сделал, возникают права на ИВМ вот таким образом при разработке на производстве. Следующая головная боль это российское программное обеспечение. Вот с кем не поговоришь, у всех по поводу реестра только превосходные определения. Вот есть требования, я понимаю, требования закона приняли от безысходности. Я понимаю, что сейчас это работает плохо. Я допускаю, что когда-то это заработает. Ну, это реально надо, без этого деваться некуда. Ну, так тут дальше-то дело пошло, как проект постановления правительства и проект указа президента об использовании в первую очередь российского ПО, включенного в реестр, в объект критической информационной инфраструктуры. Ну, через годик-то, как примут этот указ, да, мы к его снова, я надеюсь, соберемся, надеюсь, что меня зовут, и мы еще поговорим, как его исполнять, да, какую-то отдельную головную боль все это создает. Еще одна головная боль это конфликт технических норм. Мы говорим об организационно-правовых аспектах, в части информационной безопасности чисто о правовых аспектах тут говорить нельзя, тут обязательно нужно что-то сказать про ГОСТ. Ну, вот мои две копейки по поводу ГОСТов. Оборудование закупается в разных странах, разные технические регламенты действуют в части информационной безопасности, и как вы их будете сопрягать с теми нормами технической безопасности, которые действуют у нас, одному Богу известно. Плюс к этому открываем мы дорожную карту цифровая экономика, раздел информационной безопасности, и видим, что декабрь 2021 года разработать и принять собственные технические российские технические регламенты, собственные российские стандарты по информационной безопасности. Ну, позавчера, когда был прямой эфир со ФСТЭКом, значит, этот вопрос поднимался, работа ведется, но все же это перестраиваться, перестраивать надо будет, все это надо будет переделывать. Опять, все это будет работать криво-косо, как это будет работать, непонятно. Заходим на сайт ФСТЭКа. Угрозы и уязвимости аппаратно-программное, ну, там, программного обеспечения, да? Все классно. Но первое, значит, как только открываем страничку, первая фраза убивает. Данный перечень носит рекомендательный характер и необязательный к применению. Не, я понимаю, по-другому не получится. Пока мы, пока мы используем ИСО 27000, который в девичестве, это Бритиш стандарт, да? По-другому-то и написать СТЭК ничего не может. А мне интересно, с 1 января 2022 года что произойдет? Примут наши новые стандарты и этот перечень станет обязательным к использованию? Ну, на этой благодушной ноте, значит, рекомендации, коллеги, информацию, вот, что хотите делать, иную информацию надо возвращать, как объект гражданских правоотношений? Значит, контрафакт. Контрафакт не должен распространяться на объекты промышленного права. Это не только программа, это не только база данных, это еще топология интегральных микросхем. Китай прекрасно обходится без понятия контрафакта в отношении топологии интегральных микросхем, да? Изобретения, полезные модели, промышленные образы, это все контрафакты, если у вас нет лицензионного договора. Ну и третье, конечно, все-таки, ну давайте мы посмотрим там, как старший брат за океаном, ну давайте все-таки вот 12.80 статью поменяем гражданского кодекса, да? Чтобы декомпиляцию это можно было делать, реверсивное программирование это классно. Ну, на этом заканчиваю. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ